Доброе утро! Ну что это будет за марафон, то нужно будет прийти и увидеть, потому что мы, наверное, еще до конца не понимаем сами, не знаем, что это будет. Конечно, мы представляем, что в 2 часа дня будет дан старт, и первый человек сядет за рояль, который будет стоять на дендрарии на улице. А как оно завершится и во сколько он завершится, это не знает на сегодня никто. Но мы знаем точно, что у нас уже 50 человек готовы играть. А как идея-то сама пришла? Как-то вот пришла. Мы думали, как нам завершить нашу акцию «Большой рояль для маленьких пианистов». Нам нужно было что-то вот такое вот красивое, яркое, вот такая точка. И вот думали, думали и придумали. А не боитесь, что на открытом воздухе фортепиано будет стоять, вдруг дождик пойдет? Ну, конечно, боимся. Уральская погода непредсказуема, но все-таки вот пытаемся договориться с небом, чтобы все было хорошо. Как-то участники будут отбираться на это мероприятие? Нет. То есть кто придет, тот сможет сыграть? Кто умеет играть, кто любит играть, кто не боится клавиш, кто не боится играть на публике, кто любит это делать. Мы рады всем. То есть я тоже с собачьим вальсом могу поучаствовать? Нет? Все-таки нет? Вам можно. Да, ну понятно. Но если будет много собачьих вальсов, наверное, это будет неправильно. Потому что по большому счету это концерт на открытом воздухе. Ну понятно. А все-таки каким-то образом жанровые предпочтения, стиль нет? Что угодно я смогу сыграть от классики, от джаза, да? Да. Джаза тоже классика. А зрителей на этом марафоне ждете? Конечно. Ну это парк, это открытое пространство. Там стоят стулья, будут стоять стулья. Там можно будет сесть на травку, я не знаю. Можно будет постоять около дерева, прислонившись, послушать музыку. То есть здесь любая возрастная категория, это семейные мероприятия, да? Открыто для всех. Сергей, скажите, пожалуйста, вы участник марафона, насколько я понимаю. Заявились. А вы с какой программой будете выступать? Что вам больше по душе? Я буду играть академическую программу, в том числе Дебюси. Я буду играть Лучану Берио, это композитор 20 века, известный своей постмодернистской симфонией. Также я буду играть известную токату Хачатуряна. То есть у меня программа сугубо академическая. И на сколько это минут получается? Ну если так подумать, в сумме токата звучит 5 минут, Берио звучит 2 минуты. И «Мертвые листья», так называется, прелюдия Дебюси, где-то звучит 4 минуты. То есть на каждого участника получается 10-15 минут? Да, даже это не ограничивается. Мы оговариваем это заранее, чтобы понять хронометраж, но никого ни в чем не ограничивается. То есть конечной точки нет? Люди могут играть хоть до заморозков, нет? Ну вот у нас есть пример японского марафона, там играли 180 часов. Это почти 7 суток. То есть нам, конечно, наверное, в первый раз не посягнуть на такое, но почему бы и нет? Ну а почему не посягнуть? Дорогие друзья, а под что нам стоит догнать и перегнать японцев? Пожалуйста, все люди, которые умеют держать в руках, ну нельзя сказать держать в руках, ну в общем-то сидеть за фортепиано, приходите, показывайте свое умение, а вдруг нам мы тоже сможем 7 суток, а может даже и дольше продержаться. Ну что же, Сергей, конечно же, не просто так сидит за фортепиано, наверняка он что-то нам сыграет. Что будем играть сегодня? Ну, сегодня я вам хочу продемонстрировать Свердловский вальс Евгения Павловича Радыгина, вот именно саму музыку. Я очень люблю этот вальс, и поэтому хотелось бы его сыграть. А, давайте. Свердловский вальс Евгения Павловича Радыгина Свердловский вальс Евгения Павловича Радыгина Помнил бы слова, обязательно, наверное, подпел. Ну вот что-то помню, там в Долину Дуктусом и Виза, Магантии горят на улице Свердловский, знакомые и близки. А вот уральскую классику, почему вы не сыграете, почему вы решили на академической программе остановиться в марафоне? Или все-таки можете сыграть? Я пока, пожалуй, не возьмусь за это, потому что эта тема для меня очень широкообъемная, и хочется приступить к ее исследованию, к ее исполнению чуть позже. Еще раз, Наталья, скажите, куда идти и когда во сколько? Кстати, будет настоять именно вот этот пианино, оно самое, тот самый рояль в кустах. Удачи тебе, пианино. Да, вот в два часа у нас старт марафона в Дендраре на одной из аллей. Я думаю, что это будет слышно и видно. 6 сентября. 6 сентября. Концерт состоится при любой погоде, ну и за исключением, конечно, проливного ливня. Всех приглашаем, спасибо вам огромное. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Сергей Хадыкин, студент Академии современных искусств и заместитель директора Свердловской детской филармонии по развитию Наталья Подкорытова. Но через пару минут продолжим наше общение. Субтитры создавал DimaTorzok